Праздничные дни тушили огонь и в тайге. Горел лес в Багратском, Ширинском, Орженикидзовском, Усть-Абаканском и Аскизском районах. Всего с начала сезона произошел уже 31 лесной пожар. Огнем пройдено около 8 тысяч гектаров, и это в 40 раз больше, чем за весь прошлый год. Самая сложная ситуация сложилась в Берегчульском лесничестве. Там огонь удалось остановить спустя неделю. Сегодня опасности нет. Почему этой весной лесные пожары стали одной из главных проблем, расскажет Марина Конодакова. Окрестности Берегчуля заволокло дымом. Тайга полыхает шестые сутки. Два дня назад огонь подошел практически к самому селу. У Ирины Киреевой дом ближе всех к лесу. И мы очень-очень переживаем за это. Даже вот за самим охотой идти и тушить. Один человек обжигал могилку, так сказали. Причина возгорания началась с этого. Борьба с огнем шла круглые сутки. На помощь берегчульским лесникам пришла подмога из соседних лесничеств. Но за несколько суток справиться со стихией не удалось. В районе объявили режим ЧС, что позволило привлечь Федеральную службу по тушению лесов авиалесоохрану. Чтобы не дать огню перейти на жилье, сельские пожарные дежурили и днем, и ночью. На готове были две автоцистерны. Лишь к концу недели ситуация стабилизировалась. Село Опахана. Видим, что пожар уперся в эту опашку и дальше не идет. Я по опашке проехал. Еще убедился в том, что нет перехода огня. На месте работала и крупная техника. С ее помощью провели опашку в труднопроходимой местности. Когда огонь упирается в полосу, он останавливается. Но как только в четверг очаг удалось локализовать, возникла другая термоточка возле вершины Тёи. И лесные пожарные были направлены туда. В общей сложности в Берегчульском лесничестве выгорела территория площадью более 1300 гектаров. Это потеря не только ценной древесины, но и ущерб экологии. В частности, от лесных пожаров сильно страдают птицы. Главная причина случившегося – несоблюдение требований пожароопасного сезона, уверены местные власти. Поэтому вот говоришь, говоришь всем. Аккуратнее, аккуратнее. Памятки раздаем во всех магазинах, лично раздаем. А толку мало. Люди, получается, а пронесет, а пронесет. Вот сейчас получилось так, что не пронесло. По мнению специалистов, большинство возгораний произошло из-за перехода в тайгу степных палов, число которых тоже зашкаливает. По факту ландшафтных пожаров уже оштрафованы десятки жителей республики. Марина Конодакова, Юрий Курочка, Вестихокассия.